Привет, это Пруфы, Дмитрий Соломатин и обзор очередного совещания правительства республики. Нынешняя, как и прошлая оперативка правительства Башкирии, началась с разговора про стажировку по кадровой программе «Время героев». На совещании присутствовал участник этой программы, герой Российской Федерации майор Борис Дудко. Он будет проходить стажировку в органах госвласти республики. Хабиров, в связи с этим, попросил любить и жаловать мужчину. Далее последовали стандартные поздравления чиновников с днями рождения. Поздравляемые, присутствующие на совещании по видеосвязи, преимущественно вставали и прижимали руки к сердцу. А минувшие именинцы, министру внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарите Балычевой, Хабиров вручил увесистый букет цветов, поблагодарив ее за большой объем работы. После этого глава Башкирия вспомнил тесное взаимодействие региональных властей со структурами Куйбышевской железной дороги. Он отметил, что в республике на железных дорогах троится 11 тысяч человек, а грузы и пассажирские перевезки увеличились на 18%. Все это, конечно, хорошо, но недавно жители Уфы в местных пабликах в соцсетях выразили недоумение о цен на билеты на поезда, которые летом следуют в Москву и Санкт-Петербург. Многие отметили, что они не сильно уступаются не авиабилетам, а в некоторые дни предложенные ЖД-билеты даже выше по стоимости. Ну вот так вот. Затем присутствующие обсудили события минувшей недели. Одним из них стал форум молодежи АСЛТАЖ, прошедший с 29 июля по 1 августа в Зелорейском районе. Докладчик, председатель Госкомитета по молодежной политике Вита Сабиров, как и обычно водится, показал ролик с мероприятия. Все завершилось благодарностью Радио Фаридовичу за поддержку. Далее господин Хабиров упомнил о торжественном мероприятии, посвященном Дню ВДВ и прошедшем на территории военно-патриотического парка «Патриот». Мы там на месте с родителями Максима Серафимова, именем которого парк назван, мы приняли решение сделать там сквер и памятник поставить. К памятникам я сам займусь, приступим. Но это надо сделать. Как многие знают и помнят, Радио Фаридович любит заниматься памятниками и особенно колоннами. Может быть, Хабиров так любит монументы, потому что ставит их самому себе? Ждали, что идея увековечит свою память решением проблем с транспортной реформой, его не посещает. Также было упомянуто предстоящее республиканское августовское совещание по образованию, которое в этом году пройдет в Стерлитамаке. Что сказать, Стерлитамак ждет, ждет и задыхается. Каждый раз количество жалоб на качество атмосферного воздуха и старого по численности населения города Башкирия просто зашкаливает. Может, пора уже принять какие-то реальные меры по данному поводу? А вот само внимание к формату традиционных совещаниях по образованию и здравоохранению уже радует. После вступительных тем Ради Фаридович перешел к насущному, непрекращающимся дождям и их последствиям. Он отметил, что данная тема его сильно беспокоит. Значит, погодные условия, они не только там влияют на дороги, там и благоустройство. К сожалению, в селе, на селе люди начинают терять покосы. И есть опасность, что они войдут зиму без соответственного фена. Глава Башкирия поручил министру сельского хозяйства региона Ильшату Фазарахманову и, говоря своей администрации Максиму Забелину, понять степень бедствия и сделать предложение с деньгами, чтобы людям помочь. Министр заявил, что за две недели вопрос будет отработан. Ситуацию удивляет. Любой сельчанин в республике прекрасно знает, что если не завершить покос до 20 чисел июля, можно попасть под сезон дождей. Сенокос тогда придется завершать уже в сентябре. Странным кажется предложение потратить деньги на сено для тех, кто забыл или проигнорировал это правило за счет бюджета. Ило министра транспорта и дорожного хозяйства Любовь Минакова, присутствующая на совещании в премилой розовой рубашке, рассказала по теме, что из-за дождевого паводка в Башкирии пострадало 22 километра дорог и 18 мостов. Работы со стороны Минтрац ведутся с семью муниципалитетами. А МЧС обещает дожди всю эту неделю. Она отметила, что ущерб до сих пор оценивается, и уже сейчас эта сумма достигает 67 миллионов рублей. По статистике ДТП Хабиров отметил, что немножко выравнивается ситуация. Количество аварий пострадавших в республике снизилось, а количество погибших увеличилось. Просматривая фото подмытых трасс в республике, мы задаемся вопросом, а они точно были сделаны по всем нормативам? Ильшат Фазрахманов доложил о ходе проведения уборочных работ. Министр отметил, что у аграриев они должны были идти уже две недели, но в среднем по республике выпала трехмесячная норма осадков, а в некоторых районах шестимесячная. До 15 августа у нас просветов особенно не видно, сказал Фазрахманов. До 15 августа у нас просветов особенно не видно. Сегодня мы готовим документы о введении ЧАЭС по перевложению на все территории Республики Машкорстан. Ждем подтверждающих документов от районов, я думаю, это мы отработаем. Министр сельского хозяйства своими словами и видом подтвердил наше предположение, что никто на Тукаева, кроме него, в сельском хозяйстве не разбирается. Что бы он ни сказал, все будет принято на веру. Первый замруководителя администрации главы РБ Азад Бадранов полностью на башкирском языке доложил о подготовке к проведению международного фестиваля Башкорта-ты, башкирская лошадь, показав ролик. В течение всего ролика и самого докладу внизу бегущей строкой шел перевод на русский язык. Давненько такого не припомнится. Помимо всего, господин Бадранов упомянул, что в качестве развлекательного элемента на фестивале было предложено провести соревнования по хобби-хорсингу. Но, как отметил чиновник, это встретило много критики и возмущений среди коневладельцев. В итоге власти решили от этого отказаться. Чем это милое и забавное занятие не угодило этим самым коневладельцам, сказать трудно. В итоге программа будет представлена традиционными соревнованиями. О развитии малого и среднего предпринимательства доложила министр предпринимательства и туризма Башкирии Зухра Гордиенко. По ее словам, по количеству субъектов МСП, так это называется в сокращенном Башкирии, занимает второе место в ПФО и десятое в России. Количество самозанятых в Башкирии превысило 226 тысяч человек. Третье место в ПФО и одиннадцать в стране. Их доход составил 13,7 миллиардов рублей. Также чиновница упомянула, что от объектов МСП за первое полугодие этого года почти 12,3 миллиардов рублей поступило по технологам. Это значительный рост. Кстати, о ситуации с рабочей силой, выхтовиками, самозанятыми, мигрантами читайте наш большой текст на сайте. Специалисты предупреждают о не самой лучшей обстановке по данной теме. Также Гордиенко поведала, что в Сибае реализуется проект создания пятиэтажного дома предпринимательства общей площадью 4798 квадратов. Его планируется застроить в мае 2025 года. После доклада Хабирова попросил забеленно организовать встречу с бизнес-шерифами. Я хотел пообщаться с бизнес-шерифами, причем прям уделить этому целый день с ними, поговорить, срезать настроение, которое у них есть, какие проблемы, потому что это на самом деле помогает нам наши действия определять правильно. Посмотрите, когда это? Наверное, сентябрь, да, после выборной кампании. Спокойно соберемся и поговорим. То есть Радий Фаридович фактически выразил уверенность, что он победит на выборах. Ну что ж, также на оперативке Радий Хабиров поддержал проект Рекрут, предложенный председателем регионального отделения ДОСАВ. Проект предусматривает финансовую поддержку активистов, которые содействуют привлечению новых контрактников в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Сейчас волонтеры занимаются этой деятельностью по личной инициативе и зачастую трачут на это личные средства. Руководитель региона отметил, что соответствующий указ о финансировании проекта уже подписан. В самом завершении Хабиров опять вспомнил тему сенозаготовки период непрекращающихся дождей. Он отметил, что главы муниципалитетов должны довести до людей, когда будут деньги. В самом конце оперативки руководитель региона вспомнил про команду Уфы, отметив, что для города наступают кульминационные моменты, ведь приближаются 30 и 31 августа. Именно на эти числа придутся основные празднования юбилея столицы республики. Субтитры создавал DimaTorzok